У Одинцовского района есть все для того, чтобы стать туристически привлекательной территорией. Исторические комплексы, парковые зоны, природа. Перспективы развития в этой сфере обсудили в ходе круглого стола. Мы можем создавать эту туристическую привлекательность с чистого листа. Мы можем привязаться не только к усадьбам и музеям в сложившемся стереотипе, а создавать и экологический туризм, и событийный туризм, и научный туризм, и так далее, и так далее. Я считаю, что у нас в основном проблема, она связана с маркетингом, с рекламой. Мы достойно пока не показывали и не продвигали свой район в тех или иных направлениях. Достопримечательности нашего района планируется рекламировать в пригородных подмосковных электричках, всячески привлекая внимание пассажиров. В поездах уже начал работу аудиогид. В скором времени планируется размещение информационных стендов и навигационных табличек. Потенциал у района однозначно есть. В следующем году у нас запланирована программа развития туризма в районе. Запланировано открытие полноценного ТИЦА, информационного центра. И, конечно, один из ключевых проектов – это будет создание нашего кластера туристического. Мы надеемся на поддержку Минкульта. Мы с ними об этом договаривались. Особое внимание будет уделено продвижению спортивного парка отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной, объектам культуры в Больших Веземах и Голицыно, а также парку Вооруженных сил России «Патриот» в Кубинке. В завершении круглого стола было подписано соглашение, которое нацелено на увеличение туристического потока и на повышение привлекательности района. В этот же день в Одинцовском краеведческом музее торжественно открыли информационный центр, функция которого будет заключаться в рекламе исторических мест. У нас в целом в Московской области 11,5 миллионов туристский экскурсионный поток. И вот уже в этом году были отобраны в Министерстве культуры Московской области 10 приоритетных территорий в рамках реализации проекта губернаторского по развитию Московской области, в части касающейся туризма, и одной из 10 этих территорий стал в том числе и Одинцовский район. Здесь будут разрабатывать маршруты и предлагать их туристам, агентствам и операторам.